Надеждам дольщиков суждено оправдаться. Долгострой с печально богатой историей на пересечении проспекта Карла Маркса и Владимирской все же будет сдан. В замороженном состоянии дом простоял 8 лет. Строительная компания была признана банкротом. Конкурс по поиску нового застройщика проведут в ближайшее время. И к завершению проблемного дома строители приступят уже в этом году. Достраивать будут и здания на пересечении Садовой и Вилоновской. Министерство совместно с органами местного самоуправления ведет работу с инвесторами-застройщиками по реализации инвестиционных проектов, условием реализации которых является завершение строительства проблемного объекта и удовлетворение нарушенных прав граждан. В первом полугодии текущего года будет проведено 4 конкурса. Сейчас в списках обманутых дольщиков в регионе более 3000 человек. Проблема, которая появилась еще в начале 2000-х, сейчас решается. Если в 2013 году в регионе было 55 проблемных домов, то сейчас осталось только 12 недостроев. В прошлом году в эксплуатацию ввели 7 домов, в том числе большой пятисекционный на Киевской. Долгожданные квартиры получили больше 1000 семей. В этом году ключи от столь заветного жилья получат еще 1200 обманутых дольщиков. Сейчас готовится к вводу два проблемных объекта и всего в текущем году должно быть дано 8 таких объектов. То есть мы как бы сложно не было, полномерно идем потихонечку вперед. Мы приняли такую программу и губернатор нас на это подталкивает. Мы ее до конца доведем. Инвесторам, которые соглашаются достраивать проблемные дома, как компенсацию предоставляют земельные участки для нового строительства. Хотя таких свободных территорий осталось немного и муниципалитетам поручено продолжить поиск актуальных участков. А чтобы не попасться на уловки мошенников перед тем, как стать дольщиком, по каждому дому лучше проконсультироваться в областном министерстве строительства. Марина Кравцова, Константин Головин. События.